Мужской волейбольной суперлигой сыграло всего четыре тура и пока не стоит серьезно оценивать места, занимаемые командами в турнирной таблице. Однако матч против нефтяника из Оренбурга имеет важное турнирное значение для Нижегородского АСК. Наши парни уже провели разминку и начали игру. Разомнемся немножко и мы. Кстати, в волейболе иногда можно играть головой, это допускается правилами. Нижегородские болельщики пока не видели воочию побед АСК в новом сезоне. И очередная домашняя игра после гостевой победы в прошлом туре в Сургуте ожидалась с особым интересом. Я всегда жду только победы, иначе зачем приходить. Я думаю, что будет борьба, соперник хороший, но мы должны выиграть. 3-1 или 3-2. Данил не угадал итоговый счет матча, но он точно не расстроился, увидев финальные цифры на табло. Игра началась в равной борьбе, но постепенно нижегородцы начали отрываться от соперника и довели первую партию до победы 25-21. Второй сет тоже проходил с небольшим преимуществом нашей команды и завершился со счетом 25-17. Оставалось сделать последний шаг, но он оказался самым трудным. Третья партия была похожа на игру в догонялке. Хозяева площадки уходили в отрыв на 2-3 очка, но команда из Оренбурга постоянно отыгрывалась и сравнивала счет. Ключевой момент произошел при счете 22-22. Сначала Серб Йованович обманул защиту нефтяника эффектной скидкой вместо паса на атакующего, а затем волейболисты АСК отправили мяч в аут от рук блокирующего. Победное очко было добыто на блоке к всеобщей радости болельщиков, тренеров и самих игроков нижегородской команды. Хорошо сыграли с эмоциями, молодцы. Где-то допустили еще многовато ошибок на подаче, но уже гораздо лучше в этом элементе. Прибавляем, хорошо. Мы всегда выходим в настроем, просто иногда не получается игры. А даже нечего сказать, хорошо сыграли, ребята, молодцы. После пяти туров волейболисты АСК с шестью набранными очками поднялись на десятую строчку турнирной таблицы Суперлиги. Свой следующий матч наши парни сыграют в субботу, 18 ноября, в Нижневартовске, против местного клуба «Югра-Саматлор». Начало матча в 16.00 по московскому времени. Служба информации Николай Панченко, Вячеслав Орлов.